Идеи создания так называемого вечного двигателя он заинтересовался еще в 96-м. Спустя почти 10 лет, когда наступил кризис, тема стала актуальной как никогда. Ну это вообще-то было до кризиса, но я хочу сказать что, что вы прекрасно понимаете, что проблемы энергетики и топлива сейчас очень актуальны во всем мире, не только в России. И это как бы, я считаю, что может быть и основная мера будет в дальнейшем по предотвращению кризисных явлений. По крайней мере в топливно-энергетическом комплексе. Создать перпету-мобили у Аркадия не получилось. По его мнению он создал нечто более полезное. Его устройство может не только экономить энергию, но и самостоятельно ее вырабатывать. По сути тот же самый вечный двигатель, только в упрощенном варианте. Хотя есть элемент вечного двигателя, то есть допустим, поскольку это является усилителем электрической мощности, как таковой резонансный усилитель. Значит, он усиливает электрическую мощность без потребления мощности от источников питания дополнительных. И, допустим, с какого-то участка, несколько каскадов таких усилителей может стоять. То есть мощность можно развить любую. Убедиться в том, что новое чудо науки может экономить до 80% энергии, решил глава города. Что это такое, понимают действительно все. Практически на любое предприятие города и даже страны можно применить это устройство. Но пока к чудо технике все относятся с настороженностью. Когда-то и Попову никто не верил, да? И тому, кто первый летал на самолете, что железная птица полетит. Давайте покажем. Докажем, пойдет, не докажем, кто виноват. За экономическую часть авторы проекта ручаются. 80% выгоды – это уже не шутки. Идея хорошая. Пока вся идея находится здесь. Изобретателю предстоит свое устройство запатентовать. Только к таким изобретениям всегда все относятся скептически. Перпетум-мобили – это слишком серьезно и недостижимо. Ирина Самокучаева, Татьяна Лакиева, Сергей Абрамов. Берутово-проектов для ОРСК.ру